Сургутские огнеборцы получили государственные награды. Кавалерами медали за отвагу на пожаре стали Виктор Лаврухин и Александр Антонюк. На счету обоих не одна спасенная жизнь, а общий стаж более полувека. В прошлом году во время пожара в пятиэтажном доме на Московской улице спасатели вызвалили из дымовой ловушки 26 человек. 11 из них вынесли на руках. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях сургутских пожарных наградил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В день 30-летия образования МЧС России с главными героями встретился Дмитрий Круковец. Андрей Дмитриенко, сургутский ветеран-спасатель. С пожарами в Сургуте он борется 28 лет. Говорит, что за эти годы поменялось почти все, от оснащения до тактики работы. Сегодня на вооружении огнеборцев. Современное оборудование, позволяющее реагировать на все виды ЧП. Здесь у нас выезжает личный состав. Находятся аппараты сжатого воздуха. То есть они уже здесь закреплены. Уже сел. Лямки уже готовы. Сразу одел его. Ручку поднял. Встал. Ты уже в аппарате. То есть высота позволяет даже вставать здесь. Фонари групповые. Ну там оборудование. Дополнительная маска у каждого. У каждого дыма защитника есть еще маска для спасаемого. Такие маски только в Сургуте спасли сотни человеческих жизней. Январь 2019-го. Ближе к вечеру загорелась квартира на первом этаже. Черный едкий дым быстро заполнил весь подъезд. Из окон о помощи просили жители. Пути эвакуации отрезаны опасным газом и выбросами пламени из горящего помещения. Трудность была в том, что было плотное задымление на этажах. Люди в панике выходили с квартир с верхних этажей. На верхних этажах было плотное задымление. Эвакуировали, людей спасали при помощи дополнительных масок. Я вывел двоих людей. Женщину и ребенка. Виктор Лаврухин в пролете между первым и вторым этажами в почти бессознательном состоянии. В условиях нулевой видимости нашел женщину и ребенка. Вынес их и передал медикам. Еще одну пострадавшую командир первого отделения обнаружил в квартире на третьем этаже. Ее тоже удалось спасти. Детей выносили. Ушел жив. Можно сказать, уже без признаков жизни. Откачивали потом. Александр Антонюк работал на том же вызове. Во время разведки задымленного подъезда между четвертым и пятым этажами. Он нашел ребенка. Пульса и дыхания уже не было. Спасатель вынес пострадавшего на улицу. Там первая карета 03 уже оказывала помощь двум спасенным Лаврухиным, жителям многоэтажки. Второй машины еще не было. Антонюк с помощью искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца вернул ребенка к жизни и передал прибывшим врачам. В том пожаре спасли 11 человек. Это потом уже дома. А сразу просто работа. Вынес, вынес, помог человеку, вынес. Пошел за следующий, если есть. А нет, так стволы, тушить дальше. Потому что и разборку надо делать не до этого. Самоотверженные действия сургутских пожарных отметили на федеральном уровне. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил Александра Антонюка и Виктора Лаврухина медалями за отвагу на пожаре. Благодаря усилиям этих сотрудников МЧС и их коллегам в ЧП на Московской никто не погиб. Отделения пожарно-спасательного гарнизона в Сургуте реагируют в среднем на 7 вызовов в сутки. Дорожно-транспортные происшествия, техногенные катастрофы, возгорания и крупные пожары в жилье и за городом. Дачи у нас строят кто во что гораст. То есть непонятно с чего. Разгорается быстро. Тем более далеко всегда дачи находятся. Пока приезжают, время упущено. С водоснабжением везде очень туго. Кроме естественных водоемов, которые там близко находятся, и то подъезда нету, долбить лед тоже не вариант. Горел богатырь. Я исполнял обязанности начальника Карлова. Большой объект, большая площадь тушения пожара. Тогда за сутки, по-моему, мы справились. Потому что он горел уже второй раз. Это риск, да? Большая температура. Возможно, обрушение. Крупный пожар в Богатыре ликвидировали 4 года назад. Тогда полсотни спасателей не дали огню уничтожить весь торговый центр. ЧП было осенью. Однако огнеборцы говорят, что самая сложная пора – зимой. Все обмундирование пожарного весит около 30-40 килограммов. И при контакте с водой экипировка мгновенно застывает. И в 42, и в 45 тушили. Ну как? Пока горит, тепло. Пламя сбили. Все, ты колом весь становишься сосулькой. Как робот вырвывают. Ни руки сформуют, ни ногу подняют. Заходим внутренне. Там все-таки потеплее. Таял чуть-чуть. Дальше работа есть. Простых выездов не бывает. С этой мыслью на отработку любого вызова отправляется каждый из отделений сургутского пожарно-спасательного гарнизона. После сирены о тревоге у огнеборцев есть всего 40 секунд, чтобы уехать из части и, возможно, спасти чью-то жизнь. Внимание! Второй предел выезд. Возвращение к тревоге. Дмитрий Круковец, Денизонов. Сургут. Интерновости. Дмитрий Круковец, Денизонов.